Меня зовут Смирнов Денис, я директор Московского филиала Европейского информационного агентства, фотограф, координатор программ Кинопресс-клуба. Денис, мы рады приветствовать тебя после лаборатории Портал. Сейчас в настоящее время у нас проходит ярмарка Хиконт, ярмарка ремесленников, свободных ремесленников. Мы знакомим производителей с их, можно сказать, потребителями этих замечательных вещей. Очень много оригинальных продуктов было произведено и, собственно говоря, все здесь представлены. Денис, вопрос к вам. Чем для вас явился Портал? Как вы видите Портал и как он вписывается в наш регион? Как он вписывается в реалик, который сейчас есть в России, на Кавказе, в эти условия? Всем добрый день. На самом деле, действительно, очень необычное место. Я не ожидал, что увижу его в Владикавказе, потому что для меня сочетание некой урбанистической составляющей в виде разрушенного, недостроенного объекта и творческой сферы, это очень привычно и любимо в Москве. Но где-то за пределами это было сложно увидеть. На самом деле, когда мы вчера сидели вечером, играли в шахматы около костра, одновременно пели вживую акапелло и в дальнейшем играли на гитаре, это просто было действительно очень интересно. И что самое главное, здесь территория, которая не как во многих творческих мастерских, даже в Москве называется алкоголь и прочие тонизирующие вещества, здесь изначально подход был в том, чтобы, как я правильно понял, именно люди здорового образа жизни и именно без дополнительного средства получать творческий эффект. Правильно? Да, абсолютно верно. И что самое главное, что действительно разнообразие стилей, разнообразие жанров, разнообразие того, что можно получать. Потому что сейчас действительно очень важной на уровне государства эта политика идет, именно воспитание молодежи. Воспитание не в том формате, как раньше, что называется, есть школа и все, что дальше, это делайте, что хотите, как хотите. А это именно некое создание культурной среды, где каждый может творчески реализовать себя так, как он желает. Попробовать что-то новое, разные виды творчества, там живопись, ремесло, любое, да, там, опять же, граффити, то есть все, что угодно. И, опять же, проведение культурного досуга не в формате бар, друзья, застолье, а в формате именно творчества, позитива, музыки. И действительно той компании, которая, ну, как вчера было, очень приятно, когда люди приходят, они меняются, но при этом остается позитивная среда. На самом деле, ребятам хочется пожелать именно создание той творческой среды, в которой будут взращивать молодые поколения свои дальнейшие наращивать возможности и улучшать именно свое качество жизни и качество своего внутреннего состояния. И то, что здесь представлено, это действительно люди делают своими руками, кто-то там действительно рисует фломастерами какие-то замечательные картины, мандалы, кто-то делает мыло, печенье, ручную работу. И такие ярмарки, они на самом деле показывают людям, что хобби тоже может стать частью деятельности какой-то, да, то есть которые в том числе и приносят деньги. То есть это не просто способ проведения досуга, как у многих, да, но и как и бизнес-составляющая. Да, есть еще такой момент, я вчера озвучивал тебе, что территория не принадлежит нам. Есть определенный вопрос касательно того, где мы можем закрепиться. Сейчас портал является не то, что местом, не то, что горожим. Портал – это уже как творческий продукт, творческое явление, которое не закреплено уже за определенной территорией. Если вдруг получится так, что мы переедем, как ты видишь эту ситуацию, если, к примеру, из центра мы перейдем куда-то на окраину, как может развиваться в этом смысле портал? Ну, я могу сказать так, то есть в любом случае любой переезд – это что-то новый опыт, поэтому могу сказать, что чем больше, если вы опять же переедете, да, то есть это будет уже другая территория с большими возможностями. С меньшими просто нет смысла переездить. Поэтому там действительно главное – это те люди, которые представлены, да, это та команда и те ваши гости, которые сюда ходят. И когда у вас уже есть определенная база, да, ваших друзей, ваших мастеров, эту базу, ее можно где угодно будет уже реализовывать и взращивать. Понятно, что в какой-то части там сложнее будет добираться, но Владикавказ – это не Москва. Ну да. То есть здесь окраина Владикавказа – это приблизительно, как в пределах Садового кольца Москвы, то есть добраться ничего сложного здесь нет. Поэтому я думаю, что в любом случае, если вы действительно будете давать людям то, что они хотят получить, да, и будете их развивать и наполнять, то где бы вы ни находились, они в любом случае к вам придут и будут вместе с вами развивать портал и дальнейший портал. И последний вопрос. Какие пожелания ты можешь дать нам, как организаторам и всем гостям? Ну, главное пожелание – это максимальное разнообразие стилей, то есть не останавливаться на чем-то одном, делать максимум, да. Вот этот фестиваль, который есть, сюда точно можно добавить кулинарию, потому что в Москве очень часто делаются именно такие кулинарные фестивали, где там представлено 20 видов кухонь, да, и где люди могут прийти, попробовать, пользуются огромным струсом. Да, здесь то же самое можно было представить, чтобы люди пришли, они не просто посмотрели, но у них была возможность и поесть, попробовать что-то. Те кухни, которые приходят, они представляют себя, да. То есть чем больше разнообразие стилей, тем лучше. Опять же, мастер-классы. Не просто уже готовы представлять, а то же самое мыло. Очень интересные бывают мастер-классы по тому, как оно делается, да. То есть на таких фестивалях вы это представили в формате там получаса, да, и дальше люди, кому интересно больше, они уже могут на постоянной основе к вам записываться в какие-то дни и обучаться. Поэтому, то есть эти фестивали надо использовать именно как момент коммуникаций и мини-презентации. То есть не просто вот молча это все создавать, это должно быть, желательно расписание, то есть раз в полчаса какие-то небольшие мастер-классы. И тогда чем больше интерактивы будет с людьми, тем более им интересно будет, тем чаще они будут приходить. Спасибо. Да, успехов вам, спасибо. А это президент Европейского информационного агентства Евроинфо Наталья Медведева. Вот так вот, лицо к лицу. Поехали. Мы находимся с вами в Англии Кавказе в арт-пространстве. И сейчас мы с вами поговорим с организаторами этого мероприятия. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Марат Макив. Я в числе организаторов этого немецкого польского лаборатория Портал. Тугой Вальберт, участник проекта Портал. Вот так. В камеру. А, вот в эту? Ладно. Ребята, скажите, пожалуйста, как пришла идея организовать этот портал в арт-пространстве? А идея пришла с того, что просто захотелось рисовать и взяли просто краски, достали разрисовывать, все подряд. Потом постепенно-постепенно это переросло в какие-то более интересные проекты, вот такие как ХИКОН, такие как Стрит-Арт-фестиваль. Да, получается, мы запомнили такую нишу, которая не была вообще освоена лет пять последних. Никаких событий в арт-пространстве в такой сфере не происходило. Кроме фестиваля Аванзи. Вот Стрит-Арт-фестиваль был. Получается, это второй масштабный фестиваль. Второй проект, да, был фестиваль АДЗАК, фестиваль Стрит-Арта. Мы пригласили хедлайнеров этого мероприятия команда ЗАКЛАП, известная в Москве. Да, участвовали все желающие, помимо них. То есть много людей было, которые пришли, первый раз взяли кисточку в руки, баллончики и сделали хорошие, качественные рисунки, на мой взгляд. Сейчас мы находимся на ярмарке ХИКО. Ярмарка свободных ремесленников, где представлены продукты людей, которые делают это своими руками и здесь, по сети. Мы затественны в том, чтобы развивать творческие индустрии здесь. Здесь, в Северной Сети, в Южной Сети, вообще на Кавказе. Вот, собственно говоря, почему мы начали пассивироваться как музей, как творческая лаборатория и проекты связывают с современным и с искусством, потому что, наверное, была такая потребность. Была такая потребность в обществе, вот, и нужен был какой-то катализатор, чтобы это все началось, чтобы это все стартануло. Вот, собственно говоря, вот с помощью ребят, нас и всех приходящих сюда получилось, что собралась такая творческая кусок, и она провоцирует каждого надфорчества, которое приходит здесь. Многие люди не знали, что они могут играть на барабане, на гитаре, не могут играть сейчас. В общем, здесь идет сплошная провокация надфорчества. Здорово. А с какими проблемами вы столкнулись? Ага, проблемы. Проблемы различные, непонимание каких-то структур, того, что происходит здесь. Мы открыты для всех, каждый может прийти сюда и понять, что здесь не происходит ничего некачественного, ничего разлагающего общества. И больше даже скажу, здесь прививаются какие-то ценности молодежи, людям. Люди, приходящие сюда, они как хотят, себя не могут здесь поставить. Есть какие-то рамки, но рамки общечеловеческие. Да, то есть нет никаких запретов, связанных с тем, что что-то недозволено. Просто обычные моральные правила вести себя достойно. И все. Вы сказали, что у вас нет понимания структуры. Это государственная структура или местная, региональная? Да, наверное. Мы присутствуем сейчас на стройке национального музея. Вот это все происходит ямаха на стройке национального музея, которое уже законсервировано лет пять, да? Да. Лет пять. И мы вынуждены в том числе находиться собой. И музей сейчас тоже не в хороших условиях. У него есть такой вот нет достроек в качестве вот этого оборудования. Мы стараемся преподнести это все так же, что мы делаем одну работу. Получается цель одна и недопонимание, мне кажется, это вообще не будет. То есть у вас молодежная проблема основная? Привлечение молодежи молодежи каждого вообще. Если придет человек повзрослее и скажет, что я хочу нарисовать какой-нибудь стрит-арт, мы предоставим все условия. У вас есть возможность рассказать свои пожелания для администрации региона и органов? Более открытый контакт мы ждем. Мы ждем всех на территории этого пространства и мы готовы разговаривать, мы готовы к диалогу. Да, абсолютно готовы к диалогу. Понимая этого, у нас есть определенное видение, даже есть проект того, как должно выглядеть современное искусство в виде творческого кластера. Мы это видим, мы это знаем, нам нужен всего лишь открытый диалог с властью. Ну и, естественно, положительные ответы на все наши вопросы и потребности. У нас их не так много, они не такие сложные, решаемые, нам так видится, поэтому мы этого ждем. Самый главный плюс для государства, что государство не тратится абсолютно на этот проект, но посредством этого проекта проходит работа нескольких министерств. Так что решаются задачи, достаточно глобальные задачи Министерства культуры, Минимущества и прочих структур. Мы развиваем творческие индустрии, творческие индустрии в регионе. А творческие индустрии когда они развиваются? Это прямой показатель того, что в государстве что-то стабилизируется и у молодых людей есть возможность и желание заниматься искусством. Это катализатор, то есть не катализатор, это индикатор того, что все стабилизируется в стране. я думаю, что вас слышат. А какие перспективы у вас? Перспективы организации мастерских, организация творческих офисов в одном месте, чтобы они друг с другом взаимодействовали. Вообще, портал позиционируется как арт-пространство для креатива и сотрудничества. каждый друг может вас отвлекать. Когда здесь в одном месте присутствует дизайнер, в другом месте присутствует плотник, то это немножко долгая коммуникация. А когда они вместе находятся, они могут делать воистину потрясающие шедевры. Я надеюсь, что вас услышат и мы постараемся сделать все возможное, чтобы вам помочь. Спасибо.